Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Собственно, на этой неделе мы с вами замыкаем еще один месяц, по совместительству еще и последний месяц летнего сезона, переходим к осени, а осень, как я вам говорил, у нас может быть еще более изобилующим таким периодом на фундаментальные события, поскольку осенью мы с вами будем с большим интересом еще следить за очередными заседаниями американского регулятора и Европейского центрального банка. И даже когда мы, собственно, начинали 2017 год, мы понимали то, что при, скажем, не самом лучшем раскладе мы рассчитывали то, что и политика ФРС будет более жесткой раньше, чем, собственно, мы имеем дело сейчас, и, собственно, рассчитывали на больше сигналов со стороны Европейского центрального банка о целесообразности сохранения текущих стимулов и действующих факторов нетрадиционно монетарной поддержки, скажем, позиция, которая должна была быть принята трейдерским сообществом и, соответственно, позиция, которая должна была объяснить, почему европейская валюта имела больше оснований шансов на коррекцию. Осенний сезон, он интересен тем, что состоится, соответственно, заседание Европейского центрального банка, я даже говорю пока что не про сентябрьское, про октябрьское сейчас, те трейдеры, которые с невероятной долей оптимизма, но я понимаю, чем она подкреплена, учитывая то, что сейчас пара евро-доллар уже в одном шаге от отметки 1.20, верят, что ЕЦБ все-таки пойдет на вот этот ожидаемый анонс выхода из программы количественного смягчения, ну и, может быть, даже начнем говорить и про перспективы повышения процентной ставки. Это только, друзья, в формате ожиданий, чтобы уважить тех трейдеров, которые покупают евро и считают, что все делают правильно. Это не значит, что я советую придерживаться такой позиции, напротив, я считаю, и советую вам ориентироваться на то, что такого расклада не случится, Европейский Центральный Банк не откажется от текущих экономических стимулов. И попробую сегодня объяснить, с чем это было связано и почему я верю в то, что политика должна оставаться сверху мягкой. Опять же, главный аргумент – это состоявшегося выступления в Джексон-коле председателя Европейского Центрального Банка Марио Драги. Об этом мы, разумеется, поговорим. Что касается ФРС, вы помните, сентябрь у нас должен быть интересен тем, что в сентябре американский уже регулятор обещал нам еще квартал назад начнет сокращать баланс, величина которого превышает сейчас 4 триллиона долларов. И это как проявление жесткой монетарной политики на фоне тех новостных событий, которые не позволяют нам сейчас покупать доллар, на фоне очередного бездействия Трампа по налоговой реформе, может стать хотя бы каким-то, скажем, моментом истинным для того, что должно произойти с долларом. И поспособствовать, конечно же, при расчете все-таки увидеть проявление жесткой политики, пусть и сейчас не через повышение процентной ставки, а через изменение баланса. Подстегнуть все-таки интерес к этому инструменту. О долларе мы, собственно, как и всегда, тоже продолжим говорить. И сегодня уделим ему также по заслугам, опять же, внимания, поскольку доллар у нас в конце прошлой недели также находился в центре внимания, учитывая то, что пятничная повестка была представлена не только выступлением Драйга в Джексон Холли, но и конференцией председателя американского регулятора Джанет Хелли. Между прочим, прочили то, что Драги станет основным драйвером для движения финансовых активов, показалось ровным счетом наоборот. Эту роль примерила на себе Джанет Елен, она спровоцировала все основные движения и уже по резонансу, скажем, рынки докатились до 22.00 по московскому времени, когда вещал Драги, и там уже движения были гораздо скромнее, или, можно сказать, даже и вовсе отсутствовали, потому что трудно очень сопоставить движения с тем, что говорилось в моменте со стороны Драги. Я там причинно-следственной связи не нашел, поэтому думаю, что рынок отходил в не лучшем свете для покупателей доллара и для продавцов евро от того, что было обозначено со стороны Джанет Хелли. И об этом также поговорим. Но давайте начнем сначала с рынка нефти, тем более, что нам снова приходится констатировать неудачные попытки ни медведей, ни быков, собственно, затащить инструмент к тем уровням, которые, казалось бы, для них являются более оправдными. То есть диапазон проторговки сохраняется уже которую неделю подряд. Мы болтаемся, по сути, о котировках 51-52,5 доллара за баррель. Это, конечно же, для рынка нефти, который сейчас изобилует таким мощным фундаментом, обзорами, прогнозами, статистикой, еще и доллар, опять же, по перемешку с общими факторами, которые влияют на нефть. По идеям, должен был бы, как рынок в целом, как сектор нефтянки, показать более интересное движение. Но что-то вот сдерживает, собственно, и быков, и медведей. Но будем следить за развитием событий дальше. И, соответственно, будем надеяться, что в ближайшие дни, хотя бы недели, мы сможем увидеть реализацию нашего с вами медвежьего прогноза и снижение котировок хотя бы в районе 50 долларов за баррель. Потому что лучше сейчас оказаться и держаться ближе к нижней границе вот этого узкого коридора, нежели чем болтаться на хаях в районе 52, даже выше. И, собственно, следить за статистикой, понимая то, что каждый релиз, он может оказаться на руку покупателя. Им проще будет тогда затащить инструмент выше верхней границы этого коридора. Возвращаясь к пятнице, что у нас было интересного? Ну, разумеется, если мы говорим в целом о восстановительной динамике, потому что рынок нефти с минимальной значениями поднялся до, можно сказать, недельных максимумов, закрыл торговую сессию всю неделю, в принципе, на те же самые уровни, с которых и стартовал торги. И поддержка пришла со стороны отчета по Baker Hughes. Это отчет нефтесервисной компании по количеству нефтесервисных терминалов, сланцевых, буровых. Их, собственно, количество снизилось на 4 единицы с 763 до 759. И как только вышла эта статистика, она позволила трейдерам, точнее покупателям, можно сразу напрямую сказать, задуматься о том, а не является ли еще на неделе о снижении количества буровых сигналом, предвестником, либо и вовсе уже очевидным доказательством того, что сланцевая активность снижается. И, соответственно, это в конечном счете может привести к сокращению и падению объемов нефтедобычи в штатах. Еще одним фактором поддержки для котировок нефти выступила локальная слабость доллара, поскольку американец так и не получил конкретики по поводу перспективных и ожидаемых изменений и ставок, и, собственно, конкретики по поводу сокращения баланса. Это вызвало ослабление, собственно, снижение доходности тренжерис, это обвалил индекс доллара. Американская валюта, разумеется, тоже пошла вниз и оказалась дальше, чем мы хотели, конечно же, видеть. В плохом смысле, сумеется, потому что доллар очень сильно обвалился. Ослабление американской валюты – это традиционный также фактор поддержки для нефти, поскольку все сырьевые инструменты, так уж сложилось исторически, они имеют стоимость, которая номинирована как раз в американских долларах. Также я хочу обратить ваше внимание еще на пристальное внимание трейдеров в статистике по запасам нефти. объему добычи, хотя в прошлой неделе нам также указало на то, что трейдеры с большей охоты сейчас реагируют на статистику по запасам. Вы помните, что запасы снизились восьмую неделю подряд на довольно существенную величину. В принципе, мы нашли объяснение, с чем это могло быть связано, учитывая то, что между активами и брендами, собственно, WTI имеется большой спред ценового характера. Этот спред позволяет американским производителям в расчете на то, что спрос на сырье будет выше, увеличивать экспортные поставки и рост экспортных поставок, он фактически априори уже создает условия больше выработки, скажем, на внутреннем рынке и сокращение запасов. Если эта тенденция не изменится, то мы будем наблюдать статистику сродни с этой еще какой-то период времени. То есть на этой неделе, в среду, когда выводят официальные данные по запасам, есть риск и великая вероятность того, что неделя, получается, уже прошлая, поскольку отчет в среду будет как раз анализировать статистику по запасам за ту неделю, которую мы с вами закрыли в прошлую пятницу. В этом случае запасы будут снижаться уже девятую неделю подряд. И я надеюсь, что, будучи, опять же, трейдеры внимательны к той статистике, которая публикуется, не останется без внимания, не, скажем, удастся проигнорировать статистику по объему добычи нефти США. Это тоже тот релиз, который выходит параллельно с запасами. На прошлой неделе у нас было то, что трейдеры обратили больше внимания на запасы, при этом то, что недельная добыча выросла на 29 тысяч, продолжая рост добычи на 79 тысяч еще двумя неделями ранее, почему-то это осталось без внимания. Надеюсь, то, что сейчас трейдеры будут больше, собственно, внимательны к этому релизу, поскольку статистика по Baker Hughes – это все-таки один из сигналов того и, скажем, один из аргументов, который только лишь позволяет задуматься, скажется ли это на объемах добычи. А вот истинные показатели по производству, они публикуются каждую среду, это уже статистика, которая не нуждается в подтверждении, это реальность. Вот с ней я советую работать все-таки в большем ключе. Поэтому, друзья, если у вас еще рынок не убедил в том, что нужно продавать, я попробую снова сделать это из дня дней. Собственно, каждую неделю мы говорим, почему нефть в приоритете – это селл. И надеюсь, то, что какой-то из аргументов, которые я приводил, их было очень много, все-таки убедил вас в том, что этот актив и вообще весь рынок, вся нефтьянка, она остается в плоскости тех активов, которые аусадят на рынке, в принципе, всех, всего спектра инструментов, которые представлены в финансовых площадках. Поэтому, как и раньше, я советую, несмотря на то, что цены ставятся на тех же самых значениях, все-таки не терять бодрое расположение духа и верить, что какой-то день, какой-то новостной фактор, может быть, тот, который недооценивается нами, либо тот, который пока выпадает из поля нашего зрения. Ведь в любой день могут прийти до понусленней комментарии о том, что будет с энергетическим пактом после, скажем, марта 2018 года. Мы помним, что на прошлой неделе, когда выступил министр нефти Кувейта, и только лишь намекнув на то, что в ноябре участники этого соглашения по ограничению добычи могут рассмотреть возможность вообще сворачивания, это спровоцировало распродажи. В любой момент произойти это может на рынке и сейчас. Поэтому этот новостной фон недооценивать не нужно. Все-таки давайте вместе следить за развитием событий и не отказываться от того, что бренд, который мы традиционно с вами анализируем, это тот инструмент, который должен оказаться ниже 50 долларов за баррель. Российская валюта 58,70. В целом изменения позитивные для рубля, но непонятно, с чем они связаны. Они связаны с локальной слабостью доллара. Это, возможно, даже первая причина. И то, что котировки нефти никак не хотят идти, собственно, к тестированию той поддержки, о которой мы только что с вами говорили. Пока картина и общее позиционирование на рынке черного золота не изменится, мы не сможем увидеть по паре доллар-рубль отметку 60. Но также важно отметить, что на этой неделе у рубля больше не будет поддержки в виде налогового периода, поэтому все целом будет обращать внимание на то, что будет происходить на рынке нефти, а с этим мы вроде как уже с вами определились. Дальше доллар и японская иена. Обычно мы говорим про евро, но сейчас, я думаю, что нужно соблюсти хронологию. В пятницу, поскольку у нас в пятницу было выступление Драги и Джанет Йеллен, а Джанет Йеллен открывала торговую сессию, давайте поговорим сначала про то, что мы услышали от нее. Но сперва по отчетам, которые вышли в пятницу, заказан товар длительного пользования. Здесь двоякое ощущение от этого релиза. В целом, статистика по прямому заказан товар длительного пользования без каких-либо компонентов, которые не брались в расчет, конечно же, плохая, потому что мы увидели спад на 6,8%, это максимальное снижение за последние три года. И очень сильно контрастируется ту оценка, которую мы видели в позапрошлом месяце. А вот что касается заказа на товар длительного пользования без учета транспорта, здесь уже статистика получше, потому что рост с 0,1% до 0,5%. Основная компонент – это спрос на гражданские воздушные суда. Вот он просел больше, чем на 60%, и в конечном счете это привело к слабости всего показателя. Поскольку это весьма такая волатильная компонента, я связываю, опять же, то, что трейдеры стали покупать доллар после выхода этой статистики только с тем, что картина может измениться очень, скажем, легко и в гораздо более лучшую сторону уже в следующем месяце, когда мы будем подводить итоги заказа на товар длительного пользования за период августа. На этом фоне, собственно, доллар-японская иена достигла локального хая, который был практически зафиксирован на отметке 111. Было и бодрое расположение духу, поскольку американец рос еще до начала вещания о Джанет Йеллен, но, к сожалению, Йеллен стала причиной основных распродаж доллара, которые произошли. Если вы следили за новостным фоном, то наверняка могли заметить, и уже знаете, даже если провели такую первичную оценку этого фундамента, это что распродажи доллара были связаны не с тем, что Джанет Йеллен добавила рынку конкретики о том, что ни о каком сокращении баланса и речи быть не может, и ни о каком повышении процента ставки тоже не стоит задумываться. Нет, ничего подобного не было. Джанет Йеллен говорила обо всем, кроме как о перспективах денежно-кредитной политики. Она говорила и об устойчивости финансовой системы, она говорила и о росте в глобальном смысле, о росте мировой экономики, она говорила и о проблемах ликвидности, но только не в масштабах страны, а тоже в масштабах всей мировой экономики. Она касалась вопросов ипотечного регулирования. Но самого важного, что от нее ждали, это что же будет с балансом, и по-прежнему ли ФРС остается на пути нормализации денежно-кредитной политики. Ни слова, друзья, за все ее полуторачасовое выступление ни единого слова про денежно-кредитную политику. И участники рынка были до такой степени, скажем, разочарованы этим, что им не осталось ничего другого, как отреагировать, ну, на мой взгляд, логичным образом на то, что мы увидели, а точнее услышали со стороны Джанет Йеллен. Но на самом деле не так уж и логично, если учитывать то, что особого негатива, скажем, отсутствие комментариев, это не комментарии, а против либо за той или иной позиции. Это просто какая-то выжидательная позиция и, опять же, расчет на то, что эти комментарии могут появиться просто позже. И в целом то, что доллар ослаб, конечно же, это не совсем на руку. Лично мне, как трейдеру, который делает ставку на рост доллара, знаю то, что многие из вас также разделяют позицию того, что американец является крайне перепродным инструментом. Но самое важное отметить то, что, наверное, вот это общее расчарование по доллару, оно еще больше связано в степени с тем, что рынки до сих пор отсутствуют прогресс со стороны правительства, а касательно тех реформ, которые должны были быть анонсированы еще длительное время назад. Но пока их нет. И покупателям нефти, даже несмотря, точнее, доллара, несмотря на то, что хочется сделать это, хочется купить американца, приходится, собственно, верить в его доллар, но нету мощной поддержки для этой идеи. Собственно, индекс доллара, как я уже отметил, после выступления Джанат Елен резко провалился, там больше, чем, по-моему, на 1%, до отметки 92,5%. Это тоже минимальные значения с января 2015 года. Сейчас, друзья, у нас на неделе есть на что обратить снова внимание, переключить, точнее, его. Это на статистику по американскому рынку труда. Поскольку у нас, можно сказать, начало, собственно, сентябрьского месяца, под конец этой недели, то, разумеется, в соответствии со сложившейся традицией, в этот период публикуются данные по рынку труда. В среду у нас сначала оценка EDP, это частная оценка того, что же произошло с данным сектором американской экономики, и был дезинфицирован прогресс. И в пятницу это классический non-farm payrolls, где с большим, скажем, интересом я советую обратить внимание на данные по заработным платам, потому что это то же самое, что и отчет C5, то есть отчет по инфляции. И для ФРС, пожалуй, это единственный, скажем, последний индикатор, которому остаются вопросы касательно процентных ставок. Если у нас в эту пятницу статистика не разочарует, мы увидим рост заработных плат, мы получим до этого еще, собственно, позитив в виде активности в производственном секторе по версии АСМ и еще индекс разгона инфляции, это все отчеты пятницы, то есть супер насыщенная торговая сессия, и такая же влачерясь под закрытие всей недели. Я думаю, что это один из, скажем, таких истинных моментов, когда стоит в последний раз, скажем, дать шанс доллару, чтобы тот укрепил собственные позиции. Если, минуя, собственно, эту пятницу, при, опять же, реализации того расклада, на который мы с вами рассчитываем, мы увидим совершенно другой расклад, мы увидим то, что доллар продолжит сбавлять свои обороты, то, скорее всего, эта динамика будет сохранена и дальше. Но я думаю, что поговорим мы с вами уже об этом не даже в пятницу, а все еще в понедельник. Я очень детально, скажем, обсуждал ситуацию, которая сейчас складывается по фундаменту с моими коллегами. Мне предложили очень хорошую торговую, ну, на мой взгляд, хорошую, интересную торговую систему, как использовать, опять же, общий фундамент с оценкой того позиционирования, которое складывается на рынке через оценку объема. Ну, как вы понимаете, на рынке форекс объема ответить невозможно. Но можно руководствоваться данными, которые собирает американская ассоциация, точнее, комиссия по торговле товарными фьючерсами, CUTC. У нас, кстати, в личном кабинете вам доступен этот обзор, там лишь оценка хэдж-фондов, на мой взгляд, также весьма объективный показатель. Так вот, эта стратегия базируется на торговле по поводу того, что происходит с совокупным интересом к тому или иному активу. Я предлагаю не, скажем, всецело полагаться на те результаты, которые эта система показала раньше, а попробовать самостоятельно накопить статистику по тому, насколько она рабочая. И, собственно, начать это делать прямо сегодня. В соответствии с этой системой, проводя анализ того, что за прошлую неделю, в соответствии с отчетом CUTC, чистый от CEL по EMI, снизился с 77 тысяч контрактов до 74, мы делаем вывод о том, что трейдеры больше акцент сейчас делают именно на рост японской валюты. Поэтому, помимо наших долгосрочных целей, на которые мы с вами традиционно делаем большой акцент, основной акцент, я еще предлагаю разбавлять трейдинг и краткосрочные позиции. Так вот, если эта система рабочая, мы посмотрим это со временем, текущее оппозиционирование позволяет нам сделать сегодня ставку на то, что пара доллара японской и иена продолжит снижаться. Давайте следим. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. В соответствии с статистикой, которую мы получили на прошлой неделе, точнее даже в рамках пятничной торговой сессии, это ВВП Германии в квартальном выражении роста на 0,6% и ИФА, это оценка делового оптимизма, 115,9% и 116%. В целом, отсчет-то неплохой, он локально привел к креплению позиций евро, но, наверное, это объяснение с натяжкой, потому что европейская валюта следила только за, готовилась к выступлению Драги председателя Европейского центрального банка в 22.00 по московскому времени. В целом, можно сказать, что основные движения не по евро, а произошли уже до еще выступления Драги, и причина – это выступление Джанет Геррин, которое обвалило доллары и позволило европейского валюта добраться до максимума, по сути, с января 2015 года. Но были лишь последние надежды на Драги, а в целом, что говорил Драги? Драги, так же, как и Джанет Геррин, коснулся всего, кроме как монетарной политики, и говорил о протекционизме, о сотрудничестве, собственно, еврозоны, а с почвами, регионами, и о росте тоже мировой экономики. И лишь на пресс-конференции, которая позволила тем, кто ждал больше конкретики по изменению программы количественного смягчения, задать прямые вопросы Драги. Ну а что же с программой ЧВИ? Что же с процентными ставками? И на что, собственно, Драги отметил? То, что программа количественного смягчения привела к исключительно позитивным результатам для экономики еврозоны. То, что ставка, точнее, ставка по инфляции в 2%, как целевой уровень, еще не достигнута. Если и есть какие-то предпосылки роста индекса потребительских цен, то этот рост абсолютно не самодостаточен, то есть он не базируется на базовых индикаторах и здоровой потребительской активности на внутреннем рынке. И то, что стимулы, которые на текущий момент действуют, они все еще по-прежнему оправданы, для того, чтобы быть сохранены и дальше. Но, поскольку это были ответы на вопросы, возможно, Драги не... Это, собственно, в формате перевода, который дошел до нас, может быть, был не так, собственно, конкретен по поводу того, что мягкая политика продолжится и дальше. Но, в любом случае, по идее, такие комментарии могли бы стать причиной слабости евро. Но европейская валюта не отреагировала должным образом. А по-прежнему использовала слабость именно доллара, чтобы укрепить собственные ценовые позиции. Возвращаясь к той системе, которую я обозначил, торговли по показателям, именно позиционирования фьючерсных контрактов CFTC, чистый лонг по европейской валюте был увеличен за прошлую неделю на, получается, 9 тысяч контрактов. С 79 до 88. Ну и, как вы понимаете, исходя из краткосрочного трейдинга, такая ситуация позволяет нам сегодня, невзирая на то, что, казалось бы, так круто для пары евро-доллар уровень 1.20, поставить на то, что европейская валюта будет расти. Но это еще, снова делаю акцент, краткосрочные ценовые ориентиры. Друзья, ни в коем случае не путайте их с нашим среднесрочным и долгосрочным прогнозом, который указывает на то, что евро нужно было продавать еще гораздо раньше. Дальше, фунт против доллара. Здесь, собственно, стоит лишь отметить, что британец отреагировал, так же, как и прочие рисковые инструменты, на слабости американского доллара, но все равно остается на довольно скромных значениях. Мы немного, скажем, потеряли из наших минимумов, которые были зафиксированы также на прошлой неделе. Сейчас котировки по паре фунта доллара находятся на отметке 1.2880, и мы продолжаем продавать. И, собственно, по комиссии торговыми и товарными фьючерсами следует то, что чистая, совокупная короткая позиция, то есть ставка на sell, на продажу, за прошлую неделю увеличилась с 32 тысяч до 46. Это самый большой оппозиционный перекос. И в целом указывает на то, что фонд сейчас, пожалуй, остается одним из самых востребованных и, наверное, предсказуемых инструментов и активов для торговли. Поэтому, пользуясь нашей логикой, которую мы взяли за основу вот с текущей недели, на краткосрок это хороший шанс, чтобы поставить на sell битанса. И здесь как раз интересно то, что краткосрочный взгляд, он полностью соотносится с нашей долгосрочной оценкой, потому что мы с вами также уже давно продаем этот инструмент в надежде на то, что он улетит в район 1.25. На этой неделе стартует очередной раунд переговоров, точнее, да, переговоров по Брэкзиту он продлится до середины следующей недели. Ждем новые подвохи, камни преткновения, трудности, шероховатости, которые лишь усугубят процесс переговоров по Брэкзиту и сообщить нам о том, что проблем по-прежнему больше, нежели каких-то компромиссных начал. Процесс затягивается, становится все более неприятным для обеих сторон. Ну, пожалуй, Еврогруппу в меньшей степени волнует те трудности, с которыми столкнется Англия, нежели Англия, которая переживает за те проблемы, которые могут возникнуть у этого государства, в том случае, если им не удастся согласовать более-менее приемлемые условия потенциальной зоны свободной торговли, нового соглашения. Я думаю, что об этом больше конкретики будет также уже на этой неделе, будем следить. Из-за других инструментов Канагец на этой неделе ждет отчет по ВВП, собственно, ближе к середине недели он выйдет. Напомню, что это уже оценка будет за второй квартал. Первый квартал оказался довольно удачным, 3,7% мы видели прирост и, собственно, как раз с той сильной релиз и подтолкнул Банк Канады к тому, чтобы ополосить процентную ставку. Сейчас ситуация очень сильно может измениться, даже по прогнозам экономическое расширение более скромное во втором квартале. Если прогнозы даже окажутся более оптимистичны, нежели фактический показатель, то давление на Канадца возрастет. И плюс ко всему я советую не забывать еще такое полкое, острое высказывание со стороны Трампа, который допустил возможность прекращения действия, собственно, североамериканского торгового союза свободной торговли. То есть мы, помните об этом факторе потенциальной разводки для канадцев говорили еще на прошлой неделе, но канадец пока не отреагировал на этот новостной фонд, поскольку сейчас позволяет доллару оказывать на себя наибольшее влияние и использует поддержку, собственно, слабого доллара. Котировки сейчас 1,24,82. Друзья, здесь ситуация не меняется, даже по оценке комиссии по торговле товарными фьючерсами, оппозиционирование в целом практически не изменилось, там несколько тысяч контрактов перевес, я думаю, что это не та основа, которую можно плясать, разворачиваясь именно по канадцу, поэтому по паре USDCAD я все-таки предлагаю, как и ранее, ставить больше на то, что канадец ослабнет, а американская валюта вырастет. По другим инструментам в целом все без изменений, американский фондовый рынок 2440 пунктов, тоже диапазон торговок небольшой, не более полутора процентов, это, конечно же, скромные значения, особенно на фоне тех событий, которые сейчас происходят. Также символично то, что несмотря на те распродажи, которые имели место быть на прошлой неделе, американский фондовый рынок довольно неплохо отреагировал на выступления Джанет Хиллен и на то, что было сказано представителем европейского центрального парка. Рост спроса на американские фондовые активы выросли практически все основные бенчмарки указывает на то, что на рынке как такового негатива не было. И это лишь недореализованные ожидания, которые присутствовали до выступления Джанет Хиллен и Драги, которые привели к таким движениям. Но какого-то слома о фундаменте, о котором стоит говорить, не произошло. Поэтому долгосрочно, как я уже отмечал, мы продолжаем ставить на ослабление европейского и рост американцев. Сегодня из важных отчетов выделить нечего, друзья, но ничего, будем ждать последующей торговой сессии, тем более, что мы знаем, что без интересного фундамента нас на неделе не оставит, чего стоит только одна супер крутая статистика по штатам, которую мы продолжим ждать. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание, хорошей вам торговой сессии и, безусловно, хорошей торговой недели. Увидимся сегодня в 16.30 по московскому времени на вебинаре «Правильный понедельник», где еще раз поговорим об основных событиях прошлой недели. Всего доброго, до свидания.